Всем привет-привет, с вами Олег Блэк, и мы продолжаем. Так, погнали. Мафия. Ну шо, поехали? Я не хочу пожалеть о том, что отпускаю тебя с парнями, Карла. Не волнуйтесь за меня. Не буду. Для волнения у меня есть Томми. Я сберегу вашего шофера, босса. Да, Томми, так сказать, всех прикроет. Поехали. Чё так темно, я не понимаю? Напрыгивай. Выключи радио. Благодарю. Вот опять его включать. Да что ж ты издеваешься надо мной сегодня. Карла, ты как? Похоже, ты малость обозрался. Да пошел. Наконец-то тебя отпустили поиграть со взрослыми, а? Слушай ты, я с Доном чаще вирус, чем мы все вместе взят. Ага, сидишь на крылечке, пока он со своей девкой забавляется. Ну, а дальше... Чё? Чё? Об этом знать не обязательно. О, сказал, чтобы ты был с нами, значит, ты с нами. Я не соблюдаю правила дорожного движения. Не хочу, чтобы Гейтс считал нас хлюпиками. Отчего Гейтс, зол на Морелло? Когда Гейтс пригнал сюда товар, Морелло решил поменять условия. И своими... Блядь! На дорогу смотри! Да я и так смотрю, всё отлично. Чё-то орёшь на меня. Так, а о чём это я? Ах, да! Когда Гейтс пригнался... Немножко поцарапал машинку. Так, далеко ли нам? На товар, Морелло... Куда мы едем там? Централ... О, я и так смотрю. И своими же руками сломал Гейтсу нос в ходе переговоров. Если Морелло про нас узнает, сломанным носом Гейтс не обойдётся. Вот поэтому мы всё обставим как налёт. Потом Гейтс вернётся к папаше и поплачется, как его держали на мушке. Так он убедит старика, что Морелло не в состоянии защитить товар. Значит, им нужен новый покупатель. Достойный гражданин по фамилии Сальери. Кировый план, Топ. Коля вчера мне всё рассказал, и за день он стал только худ. Эй, когда начнёшь добывать для босса на лодке, а не только по городу его катать, тогда и будешь придираться. Ясно тебе? А пока рот закрой. Вот так. О, да как скажешь. Когда Морелло придёт за тобой, мне не жаловаться. Ты серьёзно? Ты, сука, серьёзно? Так, парни, хорош. О, господи. Улетание заебали реально. Так, ты дашь мне проехать, грузовичок. Так, вот так вот. О, ну, немножко притёрлись, ничего, всё хорошо. Да, охуенно. Сейчас тут будет полиция! Круто, а я не доехал просто несколько метров. Но это как всегда. Хватайте его. Тут самые тупые пешеходы, блин, которых я видел. Всё, меня здесь нет. Сам ты, сука. Он ещё бы обзывается. Надо как-нибудь куда-нибудь заныкаться. Какой-нибудь дворик. Сейчас сверну, постою. Тут у тебя даже спрятаться некуда, а не в ООО. Нормально, нормально. Сейчас, быстро. Всем машинам, отменить погоню. Поиском конец. Возвращайтесь к патрулированию. Всё, чётенько. Ушёл. Спрятался. Сейчас, главное, опять аварийную ситуацию, блядь, не создать. Всё, приехали. О, я помню эту парковку. Так, ну давай, зароливай. Я здесь часто дела веду. Парковщик берёт немного бабла. Всегда закрывается, пока я не закончу. Так, можно вместе. Я ищу на последнем этаже. Кто-то пиздит. А-а-а, это Сэм, вон там, всё вижу. Как же темнота. А, не, вон, нормально, нормально. Ой. Чёрт. Покатушки на парковке. Давай, давай. Вроде тут никого. Машины есть у тех, кто работает. С девяти до пяти тут всегда пусто. Мы тоже работаем, но мы тут. У нас особая работа. Это да. Так, аккуратно. Поли, ты что-нибудь ещё знаешь о Гейте? Только то, что у него сломан нос и целая машина крутого пойла. Наш человек. Наш человек. Ну, сейчас возьмём бухло и поедем отдыхать. Где? А я прямо сюда подъеду, но не против. А, ну вот, у меня его, собственно, сюда и надо. Сейчас запарковываемся. О, чётко. Рад видеть, дружище. Да, взаимно, Гейт. Ну, надеюсь, вы понимаете толк виски. Вообще-то я совсем не эксперт. Томми? Дегустатор. Томми Анджело. Сомелье. О, да, хороший. Первый взнос. Если Дону понравится, он закажет ещё. И с каждым заказом будет всё больше. Мы все разбогатеем, парни. Ну, мы всегда рады поработать с такими парнями, как Дон Сальери. Передай ему моё почтение. Конечно. Осталось выполнить нашу часть плана. Мне кажется, да там кто-то едет. По-моему, там кто-то едет. Так, этот готов, начинается бойня. Пойся там, Томми, улетел. Сука! Как съедать. Ну-ка, пошли нахуй. Блядь, вон тот вот ППШ-шник, чёртов, надо его убрать. Аккуратно, аккуратно. Я его вижу. Вот он. Так, этот готов. Ой, хорош. Сегодня Айм подрубил. Что такое? А, этого, в этого попали. Всё и так уж и плохо. Берите бухло и валите. Мои парни заберут меня. Вперёд! Если расчистите дорогу, нам с малышом тут ничего не грозит. Гарлот, кабину. Мёртвый ты нам ни к чему. Томми, ты ещё не конец. Готовься, там будут ещё. Ну всё, погнали, я готов. Так, что, сопровождайте грузовик. Ну давай, грузовик, блядь. Всё, 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 еть, еть. Так ты заебал, еть. Господи. Ду-ду-ду. Ну давай. Я вот тут буду прятаться. Ты поедешь, нет? А, вот, всё, поехал. Парни, снова они. Пока не стреляю! Тут ещё громила. Где я никого не вижу? А, вижу-вижу. Так, тихо, возьму-ка я пистолет. Он поточнее. Так, вот, это, сука, готов. Так, где ещё, где ещё? Так. Ай! А, вон они, вон они. Так, тихо-тихо. Ну, может, это вы снимите? Вы что, дебила совсем? Бля, меня сейчас убьют. Вот, суки, а. Как-то я тактическую позицию плохую выбрал. Ай! О, пить, заебись, машина взорвалась. Так, тихо-тихо. Так, этот готов. Бля, патроны кончились. Мольная, немножко тут это. Пять шотер. Ах ты, сука, как же ты меня достал? Умри, готов. Готов, готов, чек. Так, а по трошке подобрал. Так, подождите, где-то патроны были? Что это? Взять тело. Зачем? Не тело нам не надо. Всё, пойдём дальше. Где-то мурзовик. Всё, грузовик едет, всё чётко. Патроны есть. Чего ты стал, я не пойму. Ах ты, тварь какая. Так, там кто-то въебался. Так, заебись, пожарчик пошёл. Так, и что мы делаем? Да я уже понял, и так. А как мне туда попасть-то? А, вот дверь вижу. Призгалки. Так, тут я пройду? Да, тут я прохожу. Ой-ой-ой. Фу-ка, я думал, тут никого нет. Чё это мне конец? Это тебе конец. Уже пришёл. Так, грузовик ещё пока цел. О, гранаты. Так, гранаты нам нужны. Так, это что у нас тут? Ммм, ужасные истории. О, аптека. Аптека, это то, что надо. Давай. Так, тут ещё что-то есть. Блядь, а как вот тут вот всё это не взорвался? Ещё и генератор вообще. Так, ладно, надо открывать вот эту хуйню. Кручу-верчу, запутать хочу. Так, как я выйду тут? А, вот же дверь. Да всё нормально, поле. Сейчас уже... Это какой этаж вообще? Так, я ещё слышу. Диане. Ага, вон вижу. Да-да, давай. Блядь, зачем ты бегаешь здесь? Воспект кишине тупые, а вон ту дверь я могу свалить. Нет. Как надо спляться? Да не сюда. Дурак что ли? Я он наглый. Ты это видел? Так, надо вон того снять. А я сейчас их обманываю немножко. Так, этот готов. Где ещё? Вот надо сзади. Готов. Я прям хитмен. Хо. Ты ума сейчас тачка взорвётся. Готов. Готов. Хорош, хорош. Кто мне всех разъебал? Что такое? Всё, всё, я живой, да. Где, блядь? А, давай задави меня, конечно. Пойдём, пойдём, всё чётко так. Это что аптека была, а не мне показалось, нет. Вот аптечка, кстати. Всё чётко так. Ну что, всё? Ты уезжаешь? Берите тачку и поезжайте за мной. Да, сын. Поехали, поехали, ребятки. А, их сопровождать надо. Мои сделки. Ну, в городе полно стукачей. Пока что давай привезём выпивку на склад и по пути постараемся не сдохнуть. А как, как я его защищу? У него жизни вообще мало. Я так и сказал. Да, ебись-то, сейчас грузовику пиздец будет. Стреляй, давай, стреляй. Тоже мать, я тебе грузовику сейчас... О-о-о-о. Надо вон того снять. Всё, готов. По моторчику, блядь, по моторчику. Всё, готов. Хорош. Так, где ещё? А, вон они едут, но они тупые. Давай в грузовик живи. Поле, стреляй. Какая прикольная, кстати, красная машина. Кстати, почему она красная, она синий не была. Да, ладно. Так, вон ещё гандом эти. Да вижу, я вижу, блядь. Только я не достаю. Надо вон путь снять, а то они сейчас грузовик ёбнут. Да, этот готов. Хорош. Готов. Блядь, тут ещё и менты. Сэм свернул в губервиль. Да я вижу. О, вот это ж я тогда и говорил как раз про эти трущобы. Ёбаный в рот. Гебать. Блядь. Это уже раллики, дерби. Кот аути прям. Твою мать. Нихуём, ну, набросился на наш грузовичок. Всё, готов. Хорош, даже с первого раза пройду. Серьёзно. Ну, тут даже странно для меня. Так, едем, едем. Всё, ништяк. Всё, ништячок. Просто ништябас. Твою мать. Ой-ой-ой-ой. Ой, я извиняюсь, что испортил вам денёк немножко, ребятки. Всё нормально. Похоже, оторвались. Спасибо тебе, господи. Давай домой. Посмотрим, что у нас там. У нас там выпивка. Всё прошло не по плану, но бухло у нас. Не заебись. Это главное. А, всё, мы доехали. Мы приложимся, Полли. Мы это точно заслужили. Приехали. Тридцать восьмой калибр. Встретили ребят Морелла? Да, пацаны. Их больше нет. А что с парнем из Кентухи? Он поймал пулю в плечо. Крепкий. Оклемается. Они свалили, едва мы разделались с громилами Морелла. У Гейтса и его отца есть ещё один повод кинуть моралы с торговлей виски. Посмотрим, стоило ли это Пойл у всех хлопот. Прекрасно. Я утрясу с отцом Гейтса детали. Продадим это жидкое золото, вернём всё, что потеряли. Молодец, сынок. Горжусь тобой. Я горжусь тебе и вами. Это было охуенно. Салюта! 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 Ну я вот чаёк подниму за вас. Салюта! Так что у нас там... Так, глава пройдена, сделка века. Погнали дальше. Интермедиа, 1938. Я так понял, Сальири готовился сделать ход? Да, вполне может быть. Но скоро сухой закон отменили. И весь бутлегерский бизнес лопнул к херам. Борьба за бухло теперь ничего не значила. Пару лет мы приходили в себя. Но когда вернулись в дело, это было что-то. Бабки, поднятые на самогоне и канадском виске, мы вложили в новые предприятия. Часть из них легальные. Строительство, рестораны, перевозки, казино. Мы вкладывались во всё. Во всё, кроме наркоты. К 35-му дела пошли в гору. Денег было много, они текли рекой. У меня были жена и дочь. Сэм управлял клубом Дона. Даже у Поли был кое-какой бизнес. Он не то, чтобы был счастлив. Скорее, типа… Доволен. Да. Наверное. И Сальери начинает усиленно думать, как теперь выйти из тени Морелла. заиметь своих копов, своих политиков. Хм. Интересно. Думаешь, Сальери подкупал политиков в 34-м? Возможно. А что? Несколько лет назад полиция нравов взяла судью за растление малолетки. В камере судья здорово разговорился, хотел пойти на сделку со следствием. Признался, что брал взятки от Морелла и от твоего Сальери. Пытался их друг с другом стравить, но Морелла, узнав об этом, пригрозил заживо закопать его детей на пляже. Господи. Так вот в чем дело. Ты о чем? Морелла часто переходил нам путь, но не доводил дело до настоящей войны. А когда у Сальери появились свои тузы, Морелла начал соображать. И в 35-м врезал бы нам изо всех сил. Так, ну и что сейчас будем делать? Грузись. Бон аппетит, 1935. Ну и макнул его прямо мордой в спагетти. Эй, Томми! О, привет, босс, как дела? Рад, что ты здесь. Пожалуйста, босс. Я хотел отобедать у Пеппы, а Карла заболел. Подбросишь? Да, конечно. Чудно. Я уже голоден. Мы едем отобедывать. Пушку с собой? Да. Понадобится? Ну, на всякий случай. Морелла последнее время притих. А может, зря я переживаю. Вот они так спокойно выходят. Из барук. Какая тачка у него. Что-то она только не заводится. А, о, завелась. Так, и куда нам ехать? А, недалеко, Норд-парк. Ну, хай, тут дела. Тихо, тихо. Вы же знаете, Гара. Все отлично. Конечно, знаю. Я каждый день просматриваю книги. До с тех пор, как случилось то, что случилось, блядь, ссори, ссори. Я бы хотел лично говорить со своими солдатами. Извините. Из последников. Немножко машинку помял. Ну, ничего страшного. Ну, теперь мы вводим дела с людьми поприличнее, чем раньше. Хорошо, что у нас столько важных шишек на содержание. Все лучше, чем эти мошенники, которые толкали Пойла до 21-й поправки. Натал. Это то, хоряча. У меня большие планы. Очень много важных людей хотят быть вдоль. Рад это слышать. Так, осторожно, осторожно. Все, ништяк. Что это за грузовичок такой с цистерной, блядь, посмотреть вперед. А, ну так вот, что я говорил, что они так спокойно выходят из бара, а ведь их на изи могли бы просто расстрелять. Они бы ничего не успели сделать. Так что, конечно, все это... Ты должно быть доволен. Хорошо отдохнуть от Поли и его безумных идей. С вами, Босс, общаться интереснее, это уж точно. Ха-ха, еще бы. Но мы с Поли и Сэмом по-прежнему друзья. Мы через многое прошли вместе. Да, и не говори. Тихо-тихо. О-о-о. Я еще видел, там режим Нуар можно включить, черно-белая игра будет. Ну, такое. Я пробовал, тестил, но такое. Не особо. Такое, типа, на запись не очень. О-о-о, красиво. Кстати, ничего, так тачка валит хорошо. Чего молчить это? Тихо-тихо. Я ну как всегда поворот проехал. Ну ладно, все нормально. Хорошо рулится, кстати. Можно было, в принципе, и по прямой ехать. Ну ладно. Немножко осталось. Ну да, осталось грустить. Так, давай. В каких-то закоулках тут находится этот ресторан Пепе. Все, приехал. Ждал этого обеда всю неделю. Попробуй здешнюю касату, Томи. Касату? Что такое касата? Еще вина? Эй, вина за столик, скорее. Мне вина, пожалуйста, за столик. И касату, касату, две касаты. До сальери. Привет, мой друг. Прошу вас. Развини, парень. И я. Эй, сюда. У нас важный гость. Что сегодня в меню? Моя мама специально для вас приготовит капонату. Эй, целен. Браво, браво. Браво, браво. Браво, браво. Браво, браво. Браво, браво. Браво, браво. Вот, прошу. Я просто не знаю, как эти блюда вообще, что это такое. Давай, давай. Как блюду? Киянти. Я берег это вино. Киянти. Тот-то бэно. Отдыхайте. Молодец, что бросил пить, Том. Но Сара пообещала, что уйдет, если не брошу. Я знаю. Она сказала? Нет. Это моя идея. Я не хочу, чтобы ты допустил фатальную ошибку. На него посмотрелось, ей захотелось, капец. Так, и что там? Что там, салат какой-то, я вижу. Еда превосходна, как всегда. Молто граци, дон Сальери. Похвала от такого гурмана, как вы, это большая честь. Ты бы знал, что этот гурман ел на ужин. Так, по-моему, там кто-то приехал. А, ну понятно. Хорошо, пообедали. Так, запуячи мне, короче, этого кофе. Жалко ресторанчик. Какого чёрта? Павелла. Вот мудак, не дал мне вино допить. Это всё что его беспокоит? Эй, Сальери! Давай, выходи, решим всё быстро. Выкури его, Джо. Чёрт! Аккуратней! Сука, ещё граната кидает. Не сдал он, сейчас будет. Уля, такой красивый ресторан был пять минут буквально. Назад. Через ту дверь не выбраться. Вы как? Пешать не смогу. Мудрый бойчок. Устроим им засаду. Я отвлеку их, выходи с чёрного хода и обойди их. Уверен, босс. Замачей всех, Томми. Никто из них не должен выжить, понял? Понял, босс. Вы держитесь. Стоп. Только поторопитесь. Так, ну что, погнали. Ой, хорош. Повар, беги, блять. Я повара спас. Закройся, блять. Ну-ка. Сейчас возьмём потрошки. Так, устроить атакующую засаду. Кто попался? По-моему, ты попался. И ты тоже. Немножко выше. Немножко выше. Посмотрим, посмотрим. Толстячок. Блять. Нихуя он бронированный. Ты чё, охуел? Ну что, кто сдох там? А? Так, а мне куда? Погоди. Твою мать. Сука, вот, блять. Вышел со своим вербовичком вонючим. А с его вам устрою тот табеный разъебенный. Блять. Блять. Куда ты побежал? Нихуя он мне хп снял. Ну давай сюда, давай. Хорош лежать. Блять. Идите, гамдоны. Блять. Да, я здесь. Блять. тихо такое вообще нет они че слепые я вообще здесь уже алё а как хотите естественно убили козлы ебучие все по уходу я всех при гандошу да все готово все готовы ты спас мою шкуру там нужно идти босс скоро приедут копы минуту дух переведу какой блядь дух поехали отсюда я отвезу вас назад бар нет зачем в бар мы поедем карла этот пидор знал куда я поеду и внезапно заболел он кинул вас на 100 ты тоже мог здесь погибнуть да знаю барлы живет с одной бабой в холбруке узнаем что он может нам повернуть так теперь мы едем какому-то ну ваш поедем поехали поверить что эти козлы посмели разбить мою машину понравился еще его папаша когда-то был дружком морелло яблоко от ябла неверно я плакал на его похоронах а на похоронах его сына буду хохотать во все горло его мать уже обдавила коленом ехать домашь верена останется одна до конца своих дней и ради чего ему что бабах на дурь не хватало я втопчу его рожу в асфальт бать он разозлился злой сальери тихо 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 что это случилось отлично 1 крысы станет меньше а мы наконец-то займемся морелло по-настоящему это была последняя камня похоже на то принимаешь человека в семью находишь ему место оказываешь ему уважение и вот так он отвечает тебе на добро если это все он подстроил что еще он мог выдать ферма букмекер засада на парковке все это могло быть его рук дело ну не факт не факт далеко мы приехали если он у него работает чем такого босса нам районе живет куда идти давайте я пойду первым а вдруг карла ждет нас это мое лицо будет единственным что увидит этот мудила тебе лучше исчезнуть я тебя ждет закрытый гроб карла херачат в порядке босс притомился дыхать дышусь надо же жирный быстрый не дай ему драть так нас ждет погоня стой стою камушка заиграла куда ты стой дурак стой дурак гулять да стой ты сейчас подумаем я застрял шкафу вам шкафу заборе вообще-то здрасте все крутая погоня вообще я еще жив не уверен блядь пиздец ну не надо мне такое показывать пиздец ну такое я вот такое не люблю теперь точно нет то опять завис как ты все путем когда кто это постойка это горди точно эй горди как дела приятель тебя не узнать ездят всех постоянно ты говорил у тебя проблемы в доках так но все было под контролем в общем я кое-что разузнал этот урод планировал стачку стачки вредят бизнесу если не сам их устраиваешь верно а пора сменить руководство в профсоюзе ты же не против конечно славно так а что насчет второго дела поэтому я и здесь сальер еще жив вот сука что случилось пока не знаю наши парни мертвые ресторан разнесли на куски хватит ныть у нас тут важная тема что насчет этого карло мы нашли его труп голова раздавлена как арбуз никогда такого не видел сальери понял что карло его сдал твою мать я даже свои мысли не слышу начнется война я же сказал затнись пидор война началась когда мы убили пепона теперь она станет явной что я должен делать что я всегда пусть парни смотрят в оба и будут на готове хорошо я им передам еще будь осторожен они братья братишка а ну точняк же да ты тоже дон морелла так глава пройдена бон аппетит поехали поехали дальше мне интересно с днем рождения 1935 поднимитесь наверх к сальери погнали тебя ждут наверху сейчас подниму я в курсе у меня там написано было отныне мы на войне я уже понял так идем наверх вот что тут лимончики бельсинчики все 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 забито окна забиты все закрыто мне не уютненько как-то чё правда что дон сам завалил карла не ты зрелище потом было то еще старик еще ого-го да в отличие от карла так так все путем да все отлично тут уже планы разрабатываются вовсю мы наконец-то идем за ним почи сначала нужно его ослабить у морелла свои копы политики и даже судьи в арсенале мы не можем перекупить их всех нам нужно заставить их спрыгнуть с тонущего корабля если вольнуть одного козла до остальных быстро дойдет что быть с морелла вредно для здоровья первый на очереди в могилу этот говнюк гелотти он все еще кипит из-за мертвого сынка и будет с морелла до последнего боже этот хер гадит нам еще с тридцать второго дайте мне с ним разобраться да ты здесь как раз для этого винни уже все спланировал в честь своего дня рождения чертов советник закатит вечеринку на пароходе будет много шума бухло шлюхи фейерверк он даже подготовил речь для прессы что насчет охраны обычные телохранители парни с пушками кто еще станет вписываться за такой кусок дерьма ясно с наслаждением всажу пару пуль ему в башку погоди малой гелотти продажи но не так глуп охрана обыщет всех кто заходит на борт ствол тебе никак не пронести так что бросить его за борт вдруг он не умеет плавать только избавь меня от своих шуток конечно ты его нахер застрелишь загляни в галью на носа корабля местный уборщик получает от нас долю и он припрятал там револьвер затем просто подожди в толпе только не выдавай себя жди пока гелотти не выйдет дождись когда урод начнет толкать речь и только тогда всади ему пулю в лоб сделай это в открытую нам нужна шумиха ясно а как же мне вернуться на берег сами поле сейчас в доках как раз работают над этим вопросом встреться с ними и они сообщат тебе об остальных деталях ладно этой мрази гелотти конец босс он вас больше не побеспокоит не сомневаюсь что бона фортуна том ну что поехали на корабль на этот или что там баржа будет можешь побыстрее спускаться пожалуйста сколько нам карту открыть нельзя давай тачку туда возьмем а я вот эту возьму цвет кузова так возьмем пожалуй вот такую вот зелененькую поехали поехали далеко ехать не недалеко кстати совсем чуть-чуть как-то получается миссия на корабле будет но вот ее я кстати помню достаточно хорошо так ну вообще получилась крутая мафия что первое лост хевен я играл что вот это ремастер клёвый так красиво кстати такой закат топовый солнышко так осторожно-сторожно здорово-здорово а ну вон этот пароход стоит я вижу вон он так ну вот мы и на месте я останавливаюсь сразу здесь вообще найдите сэма ух ты нихуя то посмотри как красиво плевого так а вот и вечер да сейчас тоже скоро буду на борту как а что здесь даже а что там мне показано что мне туда надо идти куда-то что это что это что это такое расписание вечериня посадка 15 отплыть 16.00 еда и напитки 16.00 19.00 речи фейерверк 19.00 развлекайтесь допоздна вместе с капитаном линьером и экипажем королем лост хевена мы выйдем в акваторию вест ривер и пройдем мимо центрального острова и высоких холмов затем отправимся вдоль живописного берега святого павла где вас будут ждать баржи приготовлены для фейерверка о еще фейерверк будет круто ну погнали наши вечеринки о здорово похоже что у тебя есть приглашение мои друзья немного из другой сферы ладно слушай сюда там один матрос с парохода сильно ударился головой зато его белоснежная форма в полном порядке спасибо пойду найду его понятно сэмми кого-то уже стукнул так это что требование безопасности от гелоти всем кто кого это касается речь идет о предстоящем празднике на борту королевы лост хевена сегодня сегодня меня предупредили о вероятности покушения на мою жизнь в силу этого безопасность вечеринки будет обеспечивать моя личная охрана от вас я ожидаю следующего набор допускаются только лица с билетами второе у членов экипажа не будет доступа к бару я буду отдыхать там в обществе ближайших друзей экипаж королевы ласт хевен обязан обращать внимание на любое подозрительное поведение роберто гелотти так понятно в общем охрана по полной так что мне тут искать осмотрите офис в дугах я уже здесь где мне тут что искать а вот отдыхает пись рукавы вылилось о матросик готов ну пойдем я могу отсюда выйти а не это и та же дверь есть ну привет хорошая шутка о как красиво как раз уборщик спрятал ее кальюни я в курсе мне уже сказали поднимайся наверх и жди когда гелотти толкнет речь шлеп как оттуда свалить поле одолжил моторную лодку после речи будет фейерверк мы подплывем когда он начнется постарайтесь не опаздывать да ты не волнуйся все пройдет как по маслу шикарно шикарно выглядит что благодарю ой 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 все я ухожу я на борт похоже похоже ты не торопился думаешь у него получится уверен что он грохнет в елоте но свалить с корабля тут разве ангел ему поможет какой еще нахер ангел это мы ему должны помочь ну пошли так мы на корабле ну что ты уже закончил собираюсь голью почистить а то уже гости жалуются ты хочешь отмыть здесь сортиры как скажешь пройдись тряпкой во всем палубам сейчас я пройду сейчас так расспросите матросов оба уборщики я раньше не встречались не это вряд ли я тебя знаю может ты из профсоюза прости я не из этого города бля о надо с этим поговорить с этим шелк это нахер сам так а с кем я должен поговорить то вообще а вот тут может быть куда блять мне идти вообще и что я тут делаю так мне нужно найти о не ну ты глянь ну это круто очень красиво топово так ладно почему у меня точка там стоит хотя я здесь мне что игра грашнулась так ладно сейчас похожу посмотрим так может сюда спуститься сейчас посмотрим а да вот все я могу разговаривать что-то я думал накрашнулась уборщика не видал но уверен что он в машинном отделении валяется спасибо за информацию так а где у нас машинное отделение у него большие связи у него большие связи откуда еще ты думаешь тут столько выпить так а вот и машинное отделение да да не особо ну давай я спрятал пушку в толчке на корме на средней палубе где карман ты бис тут уютненько у него палубой выше ключ лежит на столе все спасибо благодарю а тут на столе лежит ключ я думал там если еще раз назовешь мое имя твой труп найдут в море ты меня понял ох ага понятно хуенно эмоциональный так ладно погнали вверх заберите револвер тут я пройду блять нет это толчок а не вот тут я могу подняться просто охуительно такой вид классный что за коробочка это я больше чем надо вот не сюда надо я знаю тебе ты из банки солье ну и что ты собираешься делать для начала хорошенько наберу тебе зад ну давай блять как его бить я уже забыл а вот все нормально сейчас сейчас мы ему устроим а блять что хотел то лбаёб все готов отдыхает ту 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 так ну шо где пистолет в бачке давай где же ты сука ну все нашел и шо это револьвер так а если мне надо будет отсюда дико мотать и будет много всего всех точнее всего всех всего всех будет много что буду делать ебать о вот это вид да так куда мне найдите место с хорошим обзором но это на самый верхом надо подняться что там валяется что убрать толчок ладно пусть лежит нормально так о это штурвал можно покрутить штурвал так это отсюда я прям буду видеть эта сцена там будет по моему вроде да сейчас посмотрим а ну да вот да там сцена все отдыхают бухают хорошо а вот а вот и джон ну как все нравится конечно пока в баре наливают молодец выпей еще за меня рад видеть развлекайтесь фастюмчики ты шуток так до какого момента ждать дождитесь фейерверка все понял будем ждать фейерверка как вы все знаете это было нелегкое время три года назад мой дорогой сын били покинул этот мир а о а блять сейчас я да да вы его боюсь тут зашучусь ну ка а сейчас вот отсюда последний раз а а блять ха-ха-ха ха-ха-ха и встречаем лучшее будущее для лост хевена главное попасть я заявляю что преступникам в этом городе не место мы утопим их в море как крыс спасибо спасибо а сейчас будет фейерверк о бара так отсюда попаду ну и где твой фейерверк а во все что готов так и меня увидели да или не ну да конечно так всё съебываю съебываю о чёрт так по моему меня уже встречают да 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 вот они вот они ага ну чё вам надо и ботин криво и ботин улетел это шотер шотер на хэдшоте скушишь пукать можно ты удел совсем что ли ты сейчас у меня получишь ты не гоняй все этот готов я ухожу с вашего корабля болять это капитан а во сушить взять аптечку давай давай забирай забирай доме как беден детей к моторной лодке а где моторная лодка так я смогу через это пройти а дал до ногу о пупы 605 пришел так где-то готов я попал сейчас он высунет свою башку ну давай у кое-что гунида ты посмотри а томми твою мать сука шо ж ты делаешь блять да сдохнет это уарис дохни говнюки где тут ппш валялась ладно буду с пистолетом рашить с пистолетом револьвер наш друг и спрячусь я вот тут ту 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 так ну что это все не а все походу уй бля бля съебываю съебываю антон дано было все таких всех валить я понял тут ту 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 с днем рождения у похипли заебись загрузить последнее сохранение еще откуда быстрей пожалуйста компуктер и что ну и а он все загрузилась слава богу я уже думал для сегодня весь день что-то не то так погнали ну конечно с самого начала все сваливай сваливай я тоже хочу свалить отсюда так вот эта дверь так надо аккуратно час этот готов куда же ты спадла для какой же этот револьвер говно если честно так аккуратно сейчас он высунется хороший ход счет хороший вот так вот сейчас я вам всем покажу бихи бихи укрытия бихи от меня не убежишь так этот готов люди бати не бронированные что ли куда что сдохнешь тихо готов это все так все дикой все боится с кораблика так аккуратно а это еще не все главное сейчас тут не погибнуть потому что я не хочу повторять а ах вы твари какие а все 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 сейчас я сейчас я ой хорош все уходим уходим а не попал вот и мы заканчиваем таким топовым салютом так ну что же глава пройдена с днем рождения я посмотрим к сценку и все можно будет заканчивать на этом эту серию три главы заебись везет же 1935 вот тут целая погоня ну ладно посмотрим к сцену можно посмотреть давай за ним а я что по твоему делу пать погоня это как ему так портанула я просто машину качнула ему по башку просто полетела а вот и ваше дерево а вот и ваше дерево ах ты сука везучий ублюдок ну не фартанула парни вам не фартанула могло быть и хуже да отскребали бы у вас сейчас поздно да ему повезло вот и все серджа морала всегда везло мозгов то у него явно побольше чем убраться мы достанем его нет я снимаю вас дело вы уже сильно наследили дадим шанс тому кто грохнул гелотти томми уже не хило запугал политиков может и серджа разберется что мне надо знать об этом парне кроме того что у него счастливый пятак в жопе серджа приносит мореллу кучу денег он рулит профсоюзами а значит контролирует доки и получает долю от всего импорта в городе грохнем его и морелла лишится большей частью дохода и как же до него добраться не хочу оказаться в кустах как парни мы можем развеять его по ветру особый заказ прикрепи это к стартеру под его тачкой и он взлетит как только повернет ключ и как это вести не роняй его не тряси и не кури рядом вот и все ну а взрывать серджа мы поедем в следующей серии на этом мы закончим спасибо всем кто смотрел с вами был олег black всем пока пока скоро увидимся